Могу кое-что забыть, но постараюсь. Любовь на троне, в любом притоне, в любом загоне, в ночных площадей за все в ответе, любовь на примете, всегда на примете у добрых людей. Могу кое-что забыть. Могу кое-что забыть. Больше 20 лет пролежал в дальнем углу студийной фильмотеки этот ящик. В нем мы обнаружили чудом уцелевшие кинопленки. Позитив. Первоосновы негатива нет. Ветераны студии помнят, что в свое время он был изъят, как принято говорить, компетентными органами. Март 68-го. Новосибирский академгородок. Фестиваль бардов. Вот записано двоечка, второе отделение. И вот в конце... Почему он пел? Пел баллад при Башентоисе, Барси, Партаке и Ошибка. О, правильно. Вот эти три песни у нас и были. Да. Кукин. Нет, не город. Что-то он Ошибка часто говорит. Кто что пел тогда, трудно определить по немым кадрам. Может, где-то есть город? Или город, или Сот. Даже самим бардам. Юрий Кукин. Сот, спасите наши души. Почему-то вдруг мне стало неспокойно, Не спалось тревогой переполнен. Вижу, горы подступили ближе, И тоска собакой ноги лижет. Закурил, нет, неуютно в мире, Не могу понять, чем мой покой нарушен. И вдруг сердцем слышу, носится в эфире, Сот, спасите наши души. Сот, спасите наши души. Кто-то гибнет, тонет, и зовет, и стонет, Чей корабль в море погибает. Или это крик затравленных погоней, И людей пытают или убивают. И никак не изменить круговорота, И нельзя узнать, помочь и сделать лучше. Обо мне все рвется к свету кто-то. Сот, спасите наши души. Сот, спасите наши души. Сот, спасите наши души. Из всех репродукторов неслись ландыши, условно. И песенное движение начиналось, на мой взгляд, Как противовес вот этой массовой эстрадной культуре. Наташенька, я с тобой не согласен. А как ты видишь это? Я с тобой не согласен. Это все как противовес, как все это, социальные процессы. Это все было отчасти придумано советской прессой, Отчасти было придумано нами самими, и каюсь, и мной же, понимаешь? Потому что я был тоже такой, вот, хонвебинистый, он немножко плавно человек. Сергей Чесноков. В ту пору президент федерации клубов авторской песни. Причем противодействия чему-то. В людях говорила жизнь. Они должны были жить, и живя они что-то делали. Предыстория фестиваля. Знаменитый клуб под интегралом. Возникший в начале 60-х в сибирском научном городке. Первоначальная идея создать интеграл была абсолютно утилитарной. В городке не было никакого места, где можно было бы развлечься и отдохнуть. Да, забыл сказать очень существенную вещь, что я был холост. Значит, таким образом у меня было два стимула. Во-первых, отдыхать, во-вторых, и ничего больше я и не думал тогда, когда начинал. И надо сказать, что эта сторона в интеграле была представлена очень хорошо. То есть субботы, воскресенье никаких программ мы не делали. Мы не путали Божий дар с яичницей. А просто веселились, отдыхали. И к нам ездили из города очень многие молодые люди и девушки. И я, в частности, когда очень уставал, бывало, задний, приходил туда, просто садился за столик. И через час, через два, глядя, как мелькают тени, там пляшут все, садом и домор, девочки сбрасывают туфли, танцуют босиком. То есть там было полное самовыражение. И мы ничего не контролировали в этом плане. И этим, значит, завоевывали популярность молодежь. Традицией стали выборы мисс Интеграл, или попросту миски. От претендентки на этот титул требовались не только эрудиция интеллект, в частности, умение безошибочно брать интеграл, но и обладание незаурядными внешними достоинствами, которые оценивала беспристрастные жюри. О его хорошем вкусе говорит хотя бы тот факт, что титул миски однажды был единодушно присужден десятикласснице одной из новосибирских школ, Ирине Алфёровой, будущей звезде советского кино. В Интеграле не только развлекались. Мы знали, что если мы пригласим, скажем, Юрия Борисовича Румар, и он расскажет о какой выражался золотой клетке, в которой он сидел с Корлёвым и Ступлевым, расскажет о годах, проведенных им в Германии с ассистентом Борна, где он знал лично Эйнштейна, и так далее, то народ придёт, понимаете. Мы знали, что если придёт дед, скажем, Лаврентьев, то тоже нам обеспечена полная аудитория, потому что нам было о чём с ним поговорить, а он с охотой общался с молодёжью. Всеобщим увлечением интегральцев стала только-только появившаяся авторская песня. Сюжет кинохроники тех лет. У этих песен и страстные поклонники, и ярые противники. О них много спорят. Ты что, мой друг, свистишь? Мешает жить Париж. Ты посмотри, вокруг тебя, Тарега. Подбрось кадров огонь, Послушай, дорогой, Он там, а ты у чёрта на рога. В кафе под интегралом, И мы завели разговор об этих песнях. Можно много найти, что искренне, эмоционально, Что нетрадиционные сюжеты. Вот если бы я определял, Я бы сказал так, что она разная. Люди сосланы делами, Люди едут за деньгами, Убегают от обиды, от тоски. А я еду, а я еду за мечтами, За туманом и за запасом тайги. Фестиваль открылся 8 марта В Большом зале Дома учёных. Этому предшествовало огромное, Поистине героическая работа многих людей, В частности, президента интеграла Анатолия Бурштейна. В последнюю минуту ЦК Комсомола, Поначалу с энтузиазмом взявшись Акурировать мероприятия, Устранился, Как видно, испугавшись Возможных неожиданностей. Однако этим дело не кончилось. В самый канун фестиваля Вдруг оказалось, что Райком Комсомола, Который пригласил всех Бардов Своего имени, И Секопер-Стайлер Комсомола, Решительно против фестиваля. И тогда вопрос всплыл Барайкова партии. И я аргументировал там Страстно, что нельзя отступать, Потому что огромное количество людей Поставлено в известность и так далее. Это клуб потеряет свое реноме, А тогда с ним как-то считались Все-таки здесь. Кроме того, были проданы 3000 билетов Перед самым началом. То есть, когда только мы осознали, Что готовится Отмена фестиваля в последний момент, То, в общем-то, я распорядился, Чтобы продавали билеты. И, кроме того, я пообещал. Я взял на себя ответственность, Сказал, что я гарантирую, Что я вручаю своим пребываниям в городке. Я проконтролирую события. То есть, я не выпущу события из-под контроля. А, в общем-то, события ожидались довольно крупные, Потому что мы запланировали 15 концертов В тысячных залах. Среди приглашенных Александр Галич. Я в то время жил в доме напротив дома ученых. И организаторы фестиваля, Девушки, которые встречали Галича в аэропорту, Почему-то привезли его сразу ко мне. Он вот вошел так очень широко, Как-то прямо сценически, И сказал, здравствуйте, я Галич. Я, значит, так ему нескромно ответил, Здравствуйте, я обезнулся. После чего он спросил, значит, Есть ли что-нибудь выпить. В то время что-то было, значит. Есть такая легенда, что, дескать, Его встретила группа людей с плакатом Поэты вас ждет в Сибири. Но я лично не знаю. По-моему, это легенда. Да и было очень просто, что Галич появился С бутылки водки на квартире Безносова. Вот с этого. И дальше был непрерывный фестиваль. Поэты мы, поэты мы, поэтому, поэтому Мы песню сочинили высший класс. И в ней без околичностей Расскажем мы о личности, о личности По кличке Фантомас. Фантомас, Фантомас, А мы сейчас разыщем вас. Заглянем в черный гроб сейчас, Проверим гардеробщицу, И для приманки купим колбасы. Поймаем мы агрессора и нашего профессора, На всякий случай дернем за усы. Это был пятидневный такой, Пятидневная такая мельница. Событий. Вы знаете, концерты ведь начинались, Я помню так, значит, Дневной концерт начинался, по-моему, Утренний концерт. Утренний в 10 утра. Значит, дневной начинался в 12, Потом в 4 часа шла дискуссия, Потом, значит, вечерний начинался в 7, А ночные в 12 ночи. Не только зрителям, Но и самим участникам Нелегко было разбраться в круговороте событий. Агадем Городок немедленно отреагировал На это очень интересный способ. Они тут же составили, Как он нанесел Бурштейн, Такую, так называемую, систему Жень. По улице ходили люди С надписью на груди, Такая маленькая, Женя. К нему надо было обращаться по имени. Женя, скажите, паспорт, Где будет мой концерт? Женя смотрел и говорил, Ваш концерт, Зарезается в 2 часа ночи В помещении такого-то института. Убирайся, Ты до смерти надоел, Собирайся, У меня так много дел, О, сколько же я Терпела тебя, Убирайся, пока цел, Михайло, 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 Выявились фавориты. Свердловчанин Александр Тольский. Вы только что слышали его. Ленинградец Юрий Кукин, Москвич Сергей Чесноков, Менчанин Арик Круп. Через год он погибнет в Лавинино-Памире. То, что делал Галич, Это было совершенно По другому департаменту, Как говорится, Чем то, Вот это Капли дождя на стекле, Эти наивные Песенки, Красивые, Там, Очень чистые, Очень все, Но это все-таки В том бардовском движении, Что делали ребята, В этом был действительно Наивный уход от реальной жизни. Ухода в какие-то Чистые пространства, Где никто не мешает, Где можно спокойно пожить, Спокойно чувствовать себя. Галич это был Совсем другой ход. Это вот не то, Что Высоцкий пел В суету городов И в потоке машин, Возвращаемся, Мы просто некуда деться. Галич, наоборот, Только там и жил. Так он же ведь Начал с баллады На смерть Пастернака. Разобрали Иновеньки, На полчаска Погрустнели, Как гордился Мой современник, Что он умер В своей постели. И терзали Шопена лабухи, И торжественно Шло прощанье. Он не мылил Петли в телабуге, Ни с ума Не сходил Сучанин. Сучанин. Даже киевские Шопена лабухи, Член Литонда, Усопший смертный. Ах, осыпались Лапы ёлки, Отзвенели Его метели. Да чего ж мы гордимся, Сволочи, Что он умер В своей постели. Мело-мело Во всей земле, Во все пределы Свеча горела На столе. Свеча горела, Нет, никакая Не свеча горела Люстра, Очки на морде Палача Сверкали шустро, А зал зевал, А зал скучал Мели-Емеля. Ведь ни в тюрьму, Ни в сучан, Ни к высшей мере, И ни к терновому Венцу колесованьем, А как поленом По лицу Голосованием. И кто-то с пьяного Прошал, За что кого там? И кто-то жрал, И кто-то ржал Над анекдотом. Мы не забудем Этот смех И эту скуку. Мы поименно Вспомним всех. Кто поднял Руку Гул затих. Я вышел На подмостке Прислонясь К дверному Косяку. Вот и смолкли Клевета и споры Словно взят У вечности Отгул. А над гробом Стали мародеры И несут Почетный Гором. Произошло то, Что поэт, Который никогда Не имел голоса, Когда бы он мог Выступить открыто В той ситуации, Которая желанна Всякому поэту. Когда есть перед тобой Лица людей, Когда ты на сцене, Когда горят огни, Рампы, Когда ты выходишь И говоришь слово. Эта ситуация Состоялась с Галичем. И, конечно, То, что Благодаря фестивалю Это состоялось, Это, конечно, Очень большое событие И дело большое В нашей культуре. Когда кто-то сказал, Что Висбор не приехал, Потому что Он не желает Петь на десерт У академиков. Ну, правда это или нет, Бог знает, Но это было сказано. А Галич отложил гитару И сказал, Что это пижонство. Так серьезно, В тишине вдруг Прозвучали его слова. Дали бы петь Где угодно, Он сказал. Хоть под забором. Только бы дали. Повстречала Девчонка Бога Бог пил мертвую В монопольке Но много лет Бога пробка В чертовни В чаду попойки Ах, как пилоск Полночи, Как в башке гудела Как цыгане Сволочи пели Коновелла А девчонка сидела С Богом К Богу фасам А к прочим бокам И домой бы бежать К папане А нащелкается Шампанию Ах, елочки-мочалочки Сладками напьются В серебряной чарачке На золотом блюдце Кому чару пить Кому здраву быть Королевичу Александровичу Самоварев К чертям Полуда Чад летал Над столами Сотью А в четвертом Часу Под утро Бог Последнюю Кинул Сотню Бога Пьяного В дугу Все теперь Цукали И цыгане Нигугу Разбрелись Цыгане И друзья Допив До нас Катертью Дорога Лишь Девчонка Та одна Не бросала Бога Камера Остановилась Эти две песни Александра Аркадьевича Галича Единственные Снятые на кинопленку В Советском Союзе На его родине А последнюю песню Стал петь Мы похоронены Где-то под Нарвой И там кончается Он так По лесу шумом Гуляет охота Трубят Егеря И вот он говорит По лесу шумом Гуляет охота Трубят Взрывается От свидетеля Лампа Там так Бах И все сыплется Униз Сидящий там Там по поросши На первой же пресс-конференции Которая в только что Пущенном доме ученых Проходит Такой официальной Обстановке Секретарь Обком Комсомола Немедленно Сделал политическое Заявление О том что он считает Это крупная ошибка Политическая Ну Кроме того Обком Комсомола Запретил городские концерты Ну До вмешательства Обком партии Которая распретила их Обратно Понимаете То есть что ни день Кто приносил вот такие новости Мы такого вообще Никогда не видели Не слышали Чтобы противоречия Возникали на таком уровне Понимаете Причем параллельно Шли дискуссии Они были запланированы Дискуссии о состоянии Авторской песни Я позволю себе напомнить Фильм наш Твой современник Понимаете Фильм который Не случайно вышел на экраны В наше время И выпущен Естественно С ведома И так сказать Не только с ведома А Председобрение Центрального комитета Главный герой Фильма Твой современник Губанов сказал что Культ был Был И он Не где-нибудь оставлен Он в нас еще сидит Надо с этим расставаться Вы считаете Что форма Изложения Галичем Вопросов Посещения одной песни Призрак бродит по Европе Второе Что на полях Где гибли воины Теперь кто-то там Значит С егерями трубит Это та форма Которая как хирург Помогает нам Извлечить Художественную То есть Это нужно Такого же типа Как твой современник Где действительно коммунист Который честно Вставит вопрос Я думаю Мы заведем специально Книгу отзывов Я думаю Что это мнение Разделят практически Фестиваль великолепен Звезда его Галич Галич Явление выдающееся Исключительное Его надо беречь Галич Галич меня потряс Он естественно Был на расхват Но Тогда Мне после этого Сказал контролирующий Фестиваль Представитель райком партии Что Галича Надо отстранить От концертов Я сообщил ему Об этом Он принял это Совершенно нормально Он в общем К этому был готов Я тоже К этому был готов И ясно Совершенно Отдавал себе Отчет Что Номер не пройдет Потому что При том буме Который случился Публика наша Академическая Не потерпела бы Чтобы Она не услышала Того Что услышали другие Поэтому Было абсолютно ясно Что на Концерт Доме ученых Закрытый концерт Для членов Дома ученых Его позовут Так оно и случилось Этот же самый человек Подошел ко мне Сказал Знаешь Галич Академики хотят Все-таки послушать Придется ему Разрешить Ну Я конечно Сказал Как прикажете Будет сделано И мы ему дали Тогда все Делим Целиком Где теперь Крикуны Печальники От шумерий Сгинули С молода А молчальники Вышли Воначальники Потому что Молчание Золото Промолчи Попадешь В первачи Промолчи 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 Вечерки Он был Истово верующий Солдат партии И он Принимал директиву За вдохновение То есть он Где-то себя Растравил И вот Это сознание Сознание Сороковых годов Самого тяжелого Нашего времени Выплеснулось В виде мифов Комплексов Его Статью Понимаете Во-первых Он не был на фестивале Начнем с этого Он его слушал Но он описывает Бардов С грязными ногтями С грязными волосами Моделируя Образ хиппи Многократно Осмеянной Нашей литературой Не зная ситуации Попадая в просаг Это Совершенно четко Инспирированная Статья Партийными органами Это Статья Фашистского толка Я не говорю Что она реакционная Она просто фашистская Статья Палаческая Вот эта статья И ряд других статей Ведь они же Сыграли свою роль Начался же просто Разгром авторской песни Вот Начались гонения На Галича Его выгнали Меня пытались Приспособить И сделать Значит Доносителем Но это им не удалось Вот Это просто Ко мне с обыском Там приходили Значит В 6 часов утра Меня забирали Понимаете Такие интеллигентные Значит Якобы Молодые люди Вот В самом деле Ему убить Ничего не стоит По глазам Видно Запугивали Приводили в камеру Там Говорит Вот в этой камере Допрашивали Пауэрса Теперь вы пишите Значит Свои показания Ну я писал Что ничего Это никакой опасности Не представляет Это вот Значит Что Смешно даже Я знаю Что это представляет Для них опасность Конечно Но не для народа Это представляет Опасность А для власти Мучших Ну вот Это ужасно Началось Все По всей стране Интегралу было Вменено В вину То что вот Активисты Интеграла Занимаются Антисоветской Деятельностью Анатолия Израильча Решили кафедру В университете И каждый Уже ходил Под прицелом Бдительного Ока Так что Люди Вынуждены были Сами собой Отойти От всей этой Деятельности А деятельности Вот Интегральной Этим городок прославился Не только в Советском Союзе Но и за рубежом Теперь же это было Оценено Как гнездовый рассадник Всяческой крамолы И свободомыслия Которые к тому времени Уже по всей стране Глушили И пресекали Этот фестиваль Он дал Вот сразу Такую реакцию Обратную Потому что Стало ясно Что если Они это не задушат Зародыши Как это началось То это просто Может быть Очень опасно Для этих воров Которые там сидели Наверху Брежнев И Ижи с ними Там Все эти преступники Так что Ну им удалось Тогда им удалось Но не совсем Они нас не убили Все таки А через месяц Случится история С подписантами То есть Люди подписывали Письма протеста Против Неоправданных Политических процессов Начавшихся В этом году Или в прошлом году В 67 А они прозвучали По голосу Америки По Би-Би-Си Таким образом Представлялось Что якобы Они писали В сущности Не в Верховный суд Не в ЦК партии А прямо за кордон Хотя это бессмысленно Понимаете Потом это документально Было установлено Что это неправда Но это были Превентивные процессы Это была Артподготовка Перед входом Возвращей в Словакию Интеллигенцию Спровоцировали По существу На выступление Преждевременное Затем Прозвучал удар Хлыста И она быстро Разбежалась По домам Филиал интеграл У нас находится Теперь Архив Филиал Друзья Все скромные Мы считаем Что он продолжает В каком-то смысле Жить Интеграл Понимаете Я написал До того Как я знал Что на свете Есть академгородок Я не знал раньше А однажды Я туда попал И я понял Что эту песню Можно как раз Именно Посвятить Академгородку Горы Далекие Горы Туманные Горы И Улетающий И Умирающий Снег Если Вы знаете Где-то Есть Город Город Если Вы Помните Он Не для Всех Не для Всех Странные Люди Заполнили Весь Этот Город Мысли У них Поперек И Слова Поперек И В разговорах Они Признают Только Споры И Никуда Не Выходит Оттуда Дорог Поездом Нет Поезду Мне Не Доехать И Самолетом Тем Более Не Долететь Он Задрожит Миражом Откликнется Эхом И Я Найду Я Хочу И Мне Надо Хотеть